Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну Доброго понедельничего утра нашего с тобой, потому что для нас это утро для всех вечера, а для нас это утро, у нас только рабочий день начинается, наконец-то, видите, нам вызвали врача-доктора в студию это наконец-то состоялось Доктор Мол у нас в гостях Друзья, Майкл из Закалинина, всем привет Да, у нас в гости сегодня целая группа Доктор Мол, ребята, привет Здравствуйте Здравствуйте, мы очень рады быть здесь Дебют-дебют у вас Я когда увидел вот этот синтезатор, я думал, Леша Потехин придет Оказалось вы, да, так мы его не дождались Молодое поколение тебя даже не поняли У них новые кумиры Ладно, давайте знакомиться Юра, солист группы Доктор Мол Привет, представляй своих друзей, ребят коллег, музыкантов Слева от меня находится Александр Забара Очень интересно, что ты начал с мужчины У нас все-таки дама, ну давай так, пойдем этим путем Я просто левша Все, давай, нормально Все, понятно Доминантная рука сработала Ну, пожалуйста, да Александр Забара Саша, привет Это участник коллектива, вот, нашего коллектива Он также пишет музыку Классно поет Саша, привет Привет, привет Александр Так И дивная Диана Бурова Это наш цветочек Красивая девушка, тоже великолепно поет Она блогер У нее практически полмиллиона подписчиков в лайке И довольно много в инстаграме Понятно А ты, извини, мы старые просто, мы голубиной почтой обычно пользуемся А что такое в лайке? Это соцсеть такая Соцсеть такая есть, да? Да, соцсеть Да Очень молодая соцсеть Там дети до 14 лет, в основном А, вот почему у тебя полмиллиона? Я очень, вы знаете, я очень боюсь просто таких соцсетей, где дети до 14 лет Я украд хорошо знаю Они могут сказать Слушай, давайте так Давайте У нас не очень большой выход первый Не очень Мы будем с ребятами знакомиться постепенно Я предлагаю прям начать вот с музыкальной, так скажем, паузы Давайте попробуем Чтобы мы с вами вас оценили сразу Вы же все-таки команду у нас крутая музыкальная Да, друзья Доктор Мол Живое выступление Прямое включение Прямой эфир Живой звук Лекарство в студию, доктор Давайте-ка Вылечить от осенней хандры Поехали С колонкой под окном твоим Пою Love you Неодобрительные взгляды прохожих на себе Love you И ты ржешь на балконе, как пушка И нам снова срывает крышу Мы с тобой утекаем, текаем туда, где не видно глупый глаз Это мы с тобой на репите Это мы с тобой на репите Это мы с тобой на репите Я герой твоей мелодрамы Я герой твоей мелодрамы В свете пошлости и обмана Я то, что надо Я то, что надо Я герой твоей мелодрамы Я герой твоей мелодрамы Хэппи-энды все будут рады Я то, что надо Я то, что надо Я то, что надо Я то, что надо Сижу с бутылкой ромы, да она голодный Я напиваюсь Предложение руки и сердца Дело тебе Собираюсь И ты жёшь на балконе, как сучка А я жду твоего ответа Эхом среди многоэтажек раскатилось слово «да» Это мы с тобой на репейтинг Это мы с тобой на репейтинг Я герой твоей мелодрамы Среди пошлости и обмана Я то, что надо Я герой твоей мелодрамы Я герой твоей мелодрамы Хэппи-энды все будут рады Я то, что надо Я то, что надо Я герой твоей мелодраммы Я герой твоей мелодраммы Друзья, Доктор Молл, молодая группа в гостях Страны ФМ. Кто автор гениальной фразы «Тржешь на балконе как...» Я, кстати, вы знаете, не рассыл, там чка. Чка был, чка. Ну, рыба такая есть, щука. Щучка? Ну да. А, как чучка! А, так вот оно что. Кто ее придумал? Я автор музыки, автор текстов, вы уж меня простите. Что побудило? Нет, просто ты ржешь. Я же даже представила эту картину, понимаешь? Смачно. Да, да, да. Что ты имел в виду? На самом деле... Ты изъясняешься в любви, а она такая вот... Она смеется. Она любит, но смеется. В сюжете девушка, у которой очень живое отношение к жизни, она уже веселая, легкая. И она это видит и смеется. Что тебя раздражает это, да? На самом деле сюжет про любовь с детства. То есть в первом куплете с колонкой, потом уже предложение. Диана, а вот строчка Чка, да? А не попахивало ли там сексизмом, не задело ли это тебя? Прежде всего. Мне наоборот нравится. Очень жалко, что... Да ну, ну прикольнее, конечно. ...что это слово нужно вырезать. Конечно, жалко. В прямом эфире-то, да. А как нам-то жалко. На телевидении или на радио, конечно. Пора в Ютуб уходить, да, я чувствую. Второй вопрос. Второй вопрос, помимо, естественно, этого слова, да, обозначающего рыбу. Я вот смотрел, да, на весь перформанс и думал, ну когда же будет задействован синтезатор, понимаешь? Он не может, он как ружье, он должен выстрелить. И в конце... Почему нельзя было как-то более, ну, в начале что-то? Кто-то в конце просто дал понять, что он подключен к электричеству. Не просто так. Дело в том, что только в конце осталось место, чтобы процитировать одного из любимых там моих коллективов. Ага. Какой? Можешь называть. Ну, это из трека «Сумка-любовь». Ага. Михея. Михея, да. Понял, понял. Ну, я искал похожий звук, потому что я даже взял вот этот кусок. Барлемаджа-джа-джа. У нас небольшая реклама. Так еще рекламу у нас никто не объявлял. Пожалуйста, реклама. Поехали. Барлемаджа-джа. Да-да-да. Действительно, это мы, Лиз Галин, на Майк-Войс по вечерам здесь, но сегодня мы не одни, мы сегодня стоя напротив нас вот так вот лицом к лицу. Доктор Молл с камин-аутом. За кадром был камин-аут. Просто люди сняли микрофоны, отодвинулись, сняли наушники, отодвинулись от микрофонов и сказали, вообще-то мы не доктор Молл. Мы не группа. Я говорю, а как же так? Он говорит, это вот Юра. Мы группа друзей. Юра, доктор Молл. Я говорю, как это так? Он же один. Он говорит, да, целая группа. Он и его синтезатор. На самом деле интересно получилось. А вы кто, ребят? Вот, да, как раз. Вот, а поясни нам все. Мы же совершили ошибку. Это не совсем группа, это скорее кластер артистов. Объединение такое. Могучая кучка когда-то была. Кластер артистов. Ты из Сколкова, что ли, Юра? Вот они там вот это любят. Вот это кластер артистов, вот эти вот потоки. Ну, это, наверное, дает классическое образование. Откуда? Я закончил консерваторию в Казани. Ничего себе. Не, подожди. Ты как бы музыкант, доктор Молл, а ребята твои сегодня помощники, вокалисты. Да, сегодня мне помогают друзья. У нас есть много проектов, на самом деле. Доктор Молл один из них? Да, мы много времени проводим вместе, постоянно сочиняем музыку, пишем ее, записываем. У нас много материала, много материала непосредственно доктор Молл, и много авторских треков, и дивные, и забары. В общем, мы живем музыкой. Ну да. И не у каждого есть друг полумиллионник, правильно? В соцсетях тоже можно. Да, тем более. Я ее знал, когда у нее там было 20 тысяч. Это ты рассказывай. Смотри, ты учился в Казанской консерватории. Да, в Казанской консерватории. По классу фортепиано. Вот. Ты еще спрашиваешь про синтезатор. Сошлось. Сошлось, понимаешь, это вместо диплома выдавали. О, видишь, как красиво. Хорошо. Как вот так все вышло, и получилось, что ты стал исполнять это направление музыку, и стал доктором Моллом? На самом деле история с доктором довольно старая. Когда я закончил лицей, мне было 17 лет, и мне очень хотелось, помимо классики, узнать еще, как делать другую музыку. Современную, да? Как делать это? Как делать музыку, которая меньше 300 лет? Это действительно было интересно. И напротив моего дома была общага зарубежных ребят, там, из-за границы, кто приезжает. Я пошел и приклеил что-то типа там «Требуются негры-рэперы». Сейчас так нельзя говорить в эфире. Афроамериканцы. Афроамериканцы, да. Да, мы же в Америке. Ну, тогда такого не было. Тогда такого не было. Я просто что-то повесил, и пришли люди. Нужны тебе парни, темнокожие музыканты. Да, пришли темнокожие парни, и я говорю, вот все, что я могу. У меня была Sony PlayStation, и я на ней начал, собственно, делать музыку. Серьезно? На Sony PlayStation? Была такая программа Music 2000, причем выпуск 99-го года. А, подожди, я Sony PlayStation тоже была первая. Первая, one, самая вот эта старинная, которая на CD-шках. Слушай, вот я и спалился. В консерватории ты изучал музыку, которая больше там 300 лет, а здесь ты понял, надо что-то творить современное. Мне хотелось, мне нравилось. Я там слышал по радио, тогда гремели вот эти вот там... Кто же? Давай спались с возрастом еще раз. Кто же гремел? Руки вверх, хорошо. Молодец, молодец. А пацанам... Послушай, послушай. А пацанам просто хотелось поиграть в PlayStation. У пацанов из черной общаги не было PlayStation. Конечно. А у тебя была, у белого парика, красавец. Слушай, ну такой заход... В итоге мы играли все-таки в музыку. Круто. И что, и к тебе, ну то есть пришли люди на кассе? Да, они позвонили, пришли. Я говорю, ну вот есть там треки. А как они с тобой разговаривали? What's up, man? Hi. Ну я льстил себе надеждой, что так будет, но в основном они переговаривались на английском друг с другом. Думая, что ты не знаешь этот язык. Ну сейчас я уже со временем изучил, потому что жил в Пекине четыре года. Красавец. Какой интересный разговор. И не был на пекинской стене. А подожди, пожалуйста, ну все-таки, наверное, стена китайская, а в Пекине ты скажешь, пожалуйста, что ты делал четыре года? То же самое, занимался музыкой, играл, там, сочинял. Играл в PlayStation? А, да. Понятно, на синтезаторе. Ладно, друзья, у нас вновь живое выступление. Ты прям не отвлекайся от него и влиться уже в новое произведение сможешь так сделать? Попробуем. Доктор Мол. Что у нас будет? Друзья, и следующая композиция, как называется? Глубина. Глубина. Погружаемся, друзья. Прямой эфир, живое выступление, доктор Мол. Поехали. Поплыли. Мы нырнем с тобою в глубину Давай нырнем с тобою в глубину Коснись меня легко Здесь только я все бок Я не спеша на твоем платье расстегну замок Ты не уверена Ты хочешь медленно Но если ты со мной, то делай то, что велено Я для тебя улыбку нарисую на своем лице На своем лице И ты танцуешь, не заботись ни о чем Сегодня ты моя цель Давай нырнем с тобою в глубину Сегодня я все стопы уберу Пусть будет страшно и темно Но я тебя проведу Проведу Давай нырнем с тобою в глубину Сегодня я все стопы уберу Пусть будет страшно и темно Но я тебя проведу Проведу Делай, делай, делай Делай, 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 делай Эта идея тебя тепляет, глаза, огонь пылает Топит, окрыляет, и мы в глубине летали Здесь нам мало места, мы сделаны из особого теста Мы темные эльфы больших городов, мы бессмертными стали Давай нырнем с тобою в глубину Давай нырнем с тобою в глубину В глубину Давай нырнем с тобою в глубину Сегодня я все стопы уберу Пусть будет страшно и темно, но я тебя проведу Проведу Я просто хотела, чтобы вы тоже с нами Да мы с вами, мы с вами Тут нами уже руководят и говорят Мы вас тоже берем Вот теперь Диана и Саша в скором времени уже войдут в Доктор Мол А вы как раз тоже будете кластером Как это у них называется Слушай, а правда, вот действительно Ребята могут понадеяться вообще, что в один прекрасный день Ты скажешь, ну ладно, ребят Доктор Мол теперь группа Спасибо, что всех обнадежил Хуже, хуже только, когда девушке предлагаешь выйти замуж Она говорит, я подумаю Да-да-да Мне сложно отделять эти проекты, потому что мы действительно одно целое Мы очень много времени проводим вместе Мы постоянно что-то делаем А вы в Пекин тоже вместе все летали? Живем не вместе Нет, говорю, в Пекин вместе Видишь, кто о чем подумал по Фрейду, да? Летали-летали в Пекин вместе? Нет, я летал в Пекин еще до того, как встретил этих замечательных ребят Людей Людей, да Тогда смотри, вот какой у меня вопрос С тобой все ясно? Перед тобой стоит синтезатор, да? У Дианы стоит микрофон Она говорит, делай-делай Поднимает руки и в него поет Что у Саши за ноутбук, который повернут к нему экраном? Там что-то происходит Там секретная технология Причем он ни разу его не коснулся, понимаешь? То есть что там вирус скачивается Ноутбук работает по Face ID Это сейчас новая технология Он просто разок мигнул Там волшебство произошло Понятно Да просто плейбэки Я к чему веду? Я просто думаю, если один раз вы придете куда-то выступать без ноутбука, все накроется Вот мы и узнаем Мы как-нибудь попробуем Слушай, хорошо Давайте так Вообще, когда Доктор Молл образовался? Когда это случилось? Доктор Молл образовался, ну вот как я уже сказал Еще в те времена, когда у меня была первая PlayStation А, ну то есть это уже старт И сами ребята Сами ребята Ну, видимо, как-то Все-таки мы подружились Так А это сколько было лет назад? Мне было 17 лет А сейчас тебе сколько? Ну сколько лет? Чуть больше Чуть больше, да Ну хорошо, несколько лет назад Это было 15 лет назад практически А, ой, так у тебя вообще уже какое становление Ну руки вверх же, были же отсылки Да, да, да Хорошо, и получается так стеб-бай-теб, да? И ребята назвали меня Молл По-английски Молл это Крот Друзья афроамериканца Да, друзья, а так сразу обзываются Они меня называли Крот, а потом Ну, для них, видимо, доктор имеет более широкое значение Да Потому что доктор Хаос МД Это доктор медицины Есть еще куча всяких докторов И они меня обозначили как доктор музыки Ну, то есть профессионал, иными словами Ну, PHD я как бы сдал по их версии Критериям Да, 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 нормально Уже доктор И с тех пор осталось Мы убрали C Заменили ее на K Теперь доктор пишется через K Да, да, да Равно как и мой никнейм в Инстаграме Слушай, а я хотела Доктор Молл, ребята Подписывайтесь, да И мы убрали И Оставили M-O-L Доктор Молл Все вместе Не знаю, мне нравится, я привык Я хочу футболку Доктор Молл Слушай, а я хотела сказать Вне эфира Думаю, ребята, у вас там ошибка в Инстаграм Вы доктор неправильно написали Либо это немецкий врач Либо это немецкий врач Не буду в эфире, наверное, говорить Как-то неловко Мне нравилось, что немножко похоже на Вот европейские какие-то продукты Похоже на Native Instruments Они тоже все через K пишут Ну, это там Да, ich bin Doktor Нефт Поняла, ты заиграл Человек по-немецки Сколько языков знаешь? Едва ли знаю русский Настолько, насколько бы хотел Но бегло могу говорить на английском Ну, могу купить молока Послать нафиг на китайском На китайском? А спеть? Спеть на английском? И на китайском? Три слога хватит? Давай Конечно, давай Все, дальше не поймем Вот и правильно, хорошо Реклама через 10 секунд Успел Знаете, как только не объявляют сегодня рекламу, друзья Вот до этого что у нас было? А как будет реклама по-китайски? Да, пожалуйста Реклама по-китайски, вот не скажу Ничего не рекламируем За все 4 года Реклама 18 часов 25 минут Лиза Калина, Майк Войс И у нас в гостях доктор Мол Целый врач к нам сегодня пришел В одном лице И сессионные музыканты Кластер, как он их называет С личным кластером Скажи, пожалуйста Ты не с пустыми руками У тебя сегодня есть что нам принести Так сказать, новенького Я бы очень хотел показать свой клип На новый трек Капуэйро Давай, расскажи нам о нем Давай несколько слов Что это, с чем это едят К чему нужно быть готовым Давай Это сумма большого бэкграунда Нескольких крутых специалистов Бытовуха Продакшнс Это ребята, которые непосредственно сняли Все сделали, смонтировали В главной роли у нас Тагир Его в этом году называют Танцером Шоу-танцы Так И Лера Татаринцева Великолепная тоже Гибкая девочка Она очень красиво танцует Двигается И мы долго искали На самом деле Было много вариантов На женскую главную роль Но мы остановились на Лере Потому что Она сочетает в себе То, что То, что и есть Капуэйро Мы искали профессиональных спортсменов Девочек Кто занимается Капуэйро Капуэйрой 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 Все верно, конечно Лишь бы мы дальше пошли Ну как-то не сошлось Но Мы нашли Слава Богу Мы нашли Леру Потому что Все равно никто не знает До конца Это все-таки бой Или это танец И вот Мы предоставляем Свою версию А вы сами пробовали Когда-нибудь Заниматься Капуэйрой Вот Капуэйрой Нет Мы Другими вещами Занимались Какими? Атлетикой Боксом Таким простым Более Китнесом В случае с дивной Так И как-то вот Ну Мы придем Наверное Уже имеет смысл Попробовать Узнать более детально Конечно Интересно Ну а что нам Ютуб что ли Пересказывать Правильно? Действительно Давайте посмотрим Давайте Все готово Друзья Ну что у нас Премьера На стране FM Не только Премьера Музыкального Состава Сегодняшнего Но и клип Это вообще Премьера Премьера Я понимаю Только в ютубе В интернете Вы видели Люди Вот сегодня Клип Только выложил Он еще горячий Давай прямо Одновременно Нажимаем кнопку Вы и мы Да И мы И вы Доктор Мол Раз Два Камоэра Телер Не Саша Уже другие Будут У тебя музыканты Другой Кластер Ты выйдешь Но все равно Этот момент Первости А пусть он скажет Что он останется С Сашей Да У вас будет вебзона Ну так вот И ты вспомнишь Тот момент Когда первый клип Ты запремьерил Здесь у нас На стране Представляешь 14 октября 2019 года Запомни эту дату Запомни эту дату Будешь нам благодарен Всю жизнь Хорошо Я прошу прощения На 10 децибел Голоса ведущих Можно тише На 10 децибел Можно Я вижу просто По картинке Кровь идет У людей Это фильм Джокер Просто наяву Знаешь Сейчас такая Кровяка На белом лице Хочешь мы тебе поможем Начнем говорить Вот так Нормально Два вопроса У нас созрело После того Как мы прослушали И просмотрели Один вопрос Уже был озвучен Лизой Калининой Как ты сказала Про Тагира Мне понравился Тагир Что думать А это не вопрос Никаких вопросов Второй был про Леру Чисто от меня Про Леру То есть Тагир Не особенно Честно говоря Было интересно Тебе Да-да-да Я говорю абсолютно Вот про Леру Очень интересно Было ставить бой Ребятам Потому что А ты ставил что ли Нет На самом деле Так получилось Что мы пришли Порепетировать Мы хотели Чтобы было Вирусное движение Вы можете его заметить Друзья Давайте так Подождите Два слова Кто нас слушает Не только смотрит В клипе Там целый постановочный Такой танец Открывайте глаза Открывайте клип Прежде всего В интернете Кто едет в машине Знаешь как они сейчас Откроют Они же нас слушают А ты не смотришь Телевизор в машине Подожди Вот так За рулем Ты как живешь Ты вообще Можно на 5 минут Встать и посмотреть Да Посмотрят Посмотрят Да Действительно Ну Пробки Продолжаем Потому что это же По сюжету Я расскажу тогда Вкратце С небольшими спойлерами Давай-давай-давай Конечно Там дерется парень с девушкой Незаконный бой В каком-то непонятном Мрачном лофте Возможно с поведениями И Так Ну нужно было показать Что они дерутся Нужно было показать Агрессию И мы это все ставили Мы просто Мы не знали Как это будет Очень много чего Было сделано Поставлено своими силами Такир просто говорил Ну давайте я вот здесь ударю Здесь Отпрыгну Здесь Там накланиваюсь Хорошо И пошли Срендрили Они попробовали Окей дальше И вот в этом процессе Все участвовали Поскольку у Леры Не супер поставленный удар Так Что неудивительно Она больше по огнестрельному Да Да Она больше по из лука стреляет Да Так и что же Александр Поскольку у него Правый джеб Может вынести даже Я не знаю А то есть Очень мощная секьюриция Ты не только поешь Ты еще и Да Я еще и охранник Что-то мне подсказывает Ты останешься в группе Так и что же дальше Да И вот Александр Станет группой Да Александр ставил Мы про Леру говорим Да Да Пожалуйста И Лера смогла Она смогла ударить Тагира Как бы В кадре Ну Мне кажется Местами реалистично Прям хорошо Да Вам как? Мне понравилось Хорошо Классно же Да Конечно Так это все-таки бой Или танец Вот ваше мнение Бой конечно Сумма по клипу Все-таки бой Бой да Бой А по мне танец А по мне тоже танец Знаешь почему? Ну потому что видишь У меня тоже есть там худо-бедное образование Копейры Это же Это же был Это была возможность Людей Которые были ограничены В применении силы Изучать боевые искусства Под видом танца Вот и все Вот и все Это то же самое Как кунг-фу В Китае Подтвердимые слова Да Я подтверждаю Только в Южной Америке Да Конечно Мы победили с тобой Лизу Калинину Это танец Это танец Хорошо Окей Все Смотри Михаил остается у нас в группе Спасибо большое Ребята Я ухожу Ребята Уже есть одна Вокалистка Зачем вам Конферансия Еще раз мы поняли Что мы с тобой одного возраста Смотри Вот как у тебя начинался Вообще путь Когда ты переехала С Казани в Москву Это когда было Я сделал большой крюк Через Пекин А то есть ты из Казани Сначала поехал в Китай Как все было Давай Я там Ну чуть прокачался уже По саунду С чернокожими ребятами Так И поехал уже Появился грув Я думаю Ну окей Мне не хочется там Просто сидеть у себя дома И что-то там В зоне комфорта делать Появляется Контракт в Пекин Да В Гуанчжоу еще тогда Так Юг Я говорю окей Я еду Что там Ну три месяца Пролонгирование До полугода Я поехал играть в клуб Поиграли мы три месяца Потом уехали в Пекин На свободные хлеба И там уже стали жить Я приехал из Пекина В Казань Так Три года да По сравнению с Пекином Четыре По сравнению с Пекином Казань Ну это суперразмеренный город Там пешком Спокойный Пешком ну можно добраться Из центра на Кай Там за вменяемое время Так Я подумал Надо что-то побольше И побыстрее И решил попробовать Переехать в Москву И как раз по темпу Произошло В принципе столицы же Все очень похожи На друга Мегаполисы Мегаполисы Вот эти вот Ритмы Ритм безумный Большой оборот Финансовый Это все Как будто Живешь эффективнее И у тебя плюсом Еще произошло Наслоение То есть у тебя Вся музыка Как слоеный пирог То есть ты послушал Музыку черной расы Желтой расы И вернулся К белому человеку Ну надеюсь Что чуть-чуть так Не совсем прям Это белая музыка Мы как-то так Конечно нет Сколько ты в Плейстейшн С ними играл Естественно Да конечно Вот очернил Очернил Ну понятно Друзья ладно У нас в Туфе Небольшая пауза Мы совсем скоро вернемся Напомню У нас доктор Мол В эфире Страна ФМ Будьте с нами Не переключайтесь Да У нас в гостях Доктор Мол Мы С друзьями Да И Майк Войс Продолжаем наш разговор На самом деле Кроме шуток Я бы хотел бы задать В лоб вот такой вопрос Мы одного примерно С тобой возраста Живешь или зиме Спасибо Молодец Красавец Не буду тратить время На отбивку Сразу Панч защитный Смотри Ты говорил про руки вверх Да Ты говорил про ту музыку Которая была популярна В нашем с тобой детстве Да Ну как в детстве Уже подросткового возраста Я бы сказала Это молодец Это молодец Отрочность Отрочность Тебе не кажется То что Особенно первая твоя композиция С которой мы сегодня начали Это и есть то Во что трансформировалась Та самая знаменитая Наша популярная музыка 90-х конца И начала нулевых Как я успел понять За то время Сколько я занимаюсь музыкой Все весьма циклично Да Есть Ну Какие-то основы Да Ну не должно быть Там пять бочек В четырехдольном такте Зря я сказал Конечно нет Ну да Просто поверьте Ну не должна Она Вся простая Хорошая музыка Которая остается Она Ну Имеет общий алгоритм какой-то Поэтому разумеется Это сумма Разумеется Это сумма И классики И Папсы Которые мы там Украдкой слушали Потому что у меня был Жесткий лицей Там нельзя было Ты что Какая попса Вот там тебе Группа Корн Классика Шнитки Да Да есть Я кстати Я кстати Есть большой Бэкграунд по металлу Мне очень нравится Корн Ну вот Слепнот очень нравится Вот Подписывайтесь на мой канал На ютубе А ты Классику сейчас слушаешь Вообще Может такое быть Да Разумеется Серьезно Да С годами Прошла вот это Какая-то Максим Максимализм этот Что я Не хочу И просто устал от всего Включи Шопена И кстати Всем совет И учитывая Что мы Дружим с Дмитрием Юрьевичем Маликовым И сотрудничаем Он меня Все время Привлекает В эту классическую Тему И слава богу Вот у нас был концерт В Доме музыки С симфоническим Оркестром У тебя уже был Да обычно Ты знаешь Обычно просто Уже группы Заканчивают подобными вещами Симфонический оркестр Сзади военные Там 150 человек Хор Хор вот это Поднимается знамя И это в принципе Апофеос карьера А ты начал с этого Да я так понимаю Ну это часть Моей работы А как ты с Маликовым Подружился? Случайно Где? В Казани еще? Или в Китае? Нет Ну просто так получилось Что вот нужен был человек Который Перелопатит материал Добавит что-то Переделает Какие-то треки К отчетному концерту И мы как-то сошлись Я просто начал делать Ты тоже скоро С Хованским трек Получается Замутишь Как он Можно ждать Ничего нельзя исключать Понятно Понятно Мне понравилось Как ты отбился Не знаю кто такой Хованский Что у них там за коллаба Ну понятно Примерно было так же Как про бочку Я тут давил Серьезное лицо Какая бочка Какие доли А я тоже думаю Что у Маликова И Хованского Это блогер Был трек Совместный Мы знаем Я знаю Я знаю Мы играли его Мы были в Питере Хованский приходил Ну что Ладно друзья Давайте мы что-нибудь послушаем У нас же еще есть композиция Еще есть гимн У тебя здесь Гимн всех лентяев А мы как раз стоим Поэтому мы сегодня стоим Конечно Я бы знаю гимн будет Конечно Да-да-да На этот гимн Можно даже ложиться Попробуем Попробуем конечно Друзья Доктор Мол Прямой эфир Страна ФМ Вечернее шоу Миша уже Поехали Гимн всех лентяев Я бы мог объяснить радакам Как снимать в инстаграме сториз Что игры онлайн Может ставить на паузу Только Чак Норрис Я мог бы качаться И быть мега сильным Мог бы сделать прорыв в медицине Но мне че-то лениво Я мог бы картины писать Это стильно Мог бы книги читать И общаться красиво Но мне че-то лениво Я бы первым застроил Поверхность луны Чтобы там поселились китайцы Накормил бы детей из ЮАР Но я что-то устал Не лениво Не лениво Не лениво Не лениво Настолько, что это красиво Не лениво Не лениво Не лениво Я лентяй Не лениво Я бы мог быть профессором квантовой физики Типа твидовый пидж и очки, как у лютого шизика Я бы мог даже стать офигительным киллером Невидимка с бесшумной винтовкой и агентами пять-подготовкой Я бы мог написать детективный бестселлер Про убийцу дворецкого типа или про культ обезумевших телок Мог бы даже построить империю наркобарона Очень злого преступного гения захватил бы какой-нибудь остров для развлечения Если б не платили за мою лень Я купил бы всё на свете Не лениво, 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 лениво Не лениво настолько, что это красиво, красиво Не лениво, 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 лениво Я лентяй, не лениво Лениво, 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 лениво Не лениво настолько, что это красиво, красиво Не лениво, 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 лениво Я лентяй, не лениво уху джазу под колец в общем если завтра не выйду на работу ты понял да это красиво понимаешь есть смотрите есть несколько мыслей во-первых девочка ты это была на главным героем эта песня как ты говорила в микрофон слова шизики шизики это было вообще-то нечто было я раза я просто разложил на весь трек да 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 протвитовый лениво лениво было какие там протвитовый пиджак 6 у тебя слух что ли ты работаешь с музыкой конечно 5 бочек в четвертой доли 2 момент клип будет просто чтобы юр ты лежал на диване это было красиво и просто тебя снимали только что задумал я хотел если будет возможность пусть тоже лежит тагир еще в этом клипе ладно пусть он просто это отдельно видео прислать а есть видео тагира давайте после эфира скидем не надо думать а тебе кристинку да но давайте проекционный вопрос я все-таки задам не буду вот так сидеть есть такая была точнее группа я загуглил сразу я на память не помню экспресс-ту знаете там была песня лэйзи где про он поет про олень его снимают у него куча приспособлений дома когда он там дергать за ничку ему все приходит приносит там механизм вы не вдохновлялись вы не знаете такой песни которая лэйзи и лэйзи ван айток а им лэйзи ван айвок и так далее так далее так далее посмотрите просто вот явно чувак с вас слезал посмотрите по любому он в нулевых был слушайте у нас остается буквально минуты давайте расскажем где вообще вас смотреть искать что какие планы ближайшие вечно мы вас удерживать здесь не смотри у нас очень все доходчиво и интересно надеюсь что и креативно в инстаграме инстаграм наш доктор мол пишется через английскую кей м ол на конце доктор мол собачка доктор мол доктор мол очень просто действительно даже я понял да в инстаграме посмотрите на ю тубе у нас клип очень важно чтобы вы видели уже да капуэйра делитесь мнением в комментариях смотрите это видео там будет бэкстэйч как снимали вы узнаете почему там какие-то ну ответы на какие-то вопросы почему так почему они сяк да они сяк почему победила друзья просто очень-очень просто скажу сейчас переведу может быть таких как я то есть если есть какие-то внутренние у вас вопросы либо шопена включите там соответствует 20 30 секунд помучить либо 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 просто клип капуэра дальше все ответы будут там будут все ответы на все вопросы ой какой молодец правильно спасибо на сопровождать так дальше а ты можешь остаться у нас еще на новости поиграть это было бы прекрасно у нас новости впереди нет зачем зачем оставь ту мелодию оставь зачем 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 оставь вот оставь давай попробуем просто быстро попробуем почему нет нас есть минута попробуем давай начнем с путина ты что тебя умоляю сейчас сама такой рассказ в москве осень пенсии жизнь налаживается все спасибо большое мне просто выглядели отлично надо надо дуэтик какой-то у тебя и так два вокалиста твой голос мои клавиши я боюсь с боксером не договориться у тебя с первым понимаешь слушай мы вообще на самом деле поздравляем вас с дебютом таким большим желаем успехов наверно наверно желаем действительно наверно надеюсь либо да даже не успехов какой-то такой волны знаешь ребят я вам так скажу не остановитесь даже если вот сейчас будет прям вау и вас волной вынесет самое сложное не вот ну туда не на гребень самое сложное потом эту удержаться вот и все это мне поможет я извиняюсь я должен рассказать я девятнадцатый год открыл для меня какие-то новые уровни дружбы и огромное спасибо моему директору анастасии гоголь невероятный человек она делает все то есть когда меня спрашивают а как там вот это было надо спросить настью надо спросить насть реально вот все для меня много делают это так приятно просто ну пиши музыку мы поможем это наверное самое вот фидбэк к которому я к своим там годам да я честно говоря по твоим кедам балансяга все так и понял что у тебя все хорошо спасибо 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 большое все ребят а мы переходим сейчас новости телерадиоканал страна